добрый день дорогие мои друзья сегодня я решила поговорить с вами а еще одном очень таком я бы сказала тонком моменте и вместе с этим очень важном моменте в создании нашей с вами идеальной выкройки идеальная выкройка вы знаете что она начинается с построения с хорошей точной верной базовой конструкции а базовая конструкция которая абсолютно разная на все наши фигурки сколько людей столько и разных фигурок мы говорим с вами об индивидуальном крое ручном крое начинается с правильного снятия мерочек в каждой своей книжке чему бы она не посвящалась кроме книги про юбки я всегда начинаю всегда есть рассказ о построении этой самой базовой конструкции вот возьмите например вот такую книгу да взяла я сейчас потому что здесь просто покрупнее выбрала да и несмотря на то что она посвящена эта книга нестандартным фигуркам здесь идет рассказ об этом да для того чтобы перенести эту общую информацию на конкретную нашу историю на вашу историю всегда есть определенный блок вот в этом случае он называется глава 2 снятия мерок и построения базовой конструкции вот это техническое задание здесь мы строим прямое платьице как всегда сняты мерки как всегда выбраны прибавки потому что вы знаете что сама конструкция это всегда сумма мерочек и прибавочек вот этот табличка прибавок для правильного выбора здесь есть и само построение которое выглядит сейчас посмотрим как вот так выглядит наша базовая конструкция об этом идет рассказ в этой книге так вот больше всего ошибок где она делается оно делается всегда при снятии мерок ширина груди 1 ширина груди 2 расстояние между центрами иллюстрация во всех книгах выглядит примерно так и вот на этом этапе это если вот вы посмотрите сюда перечислены сами мерочки грудь талия бедра полуобхвата шага 1 шага 2 расстояние между центрами груди ширина спинки длина изделия дальше идет рукав и дальше идут балансовые эти мерочки про балансовые мерочки и про руках здесь довольно все понятно как они измеряются вот это все отражено на таких картинках ширина спинки нормально показано да и вот на этой картинке показано как снимаются балансовые мерочки для полочки а сегодня мне хочется заострить наше внимание как раз о том о чем где больше всего делается ошибок как правильно снять мерочки ширина груди 1 ширина груди 2 и расстояние между центрами груди так вот я хочу показать эту историю и поговорить о том как важно и где будет как от этого будет зависеть место у нашей пройм очки особенно наша тема сегодня будет интересно для тех девушек дам наших да у которых довольно большая большие развитые грудные железы то есть вы знаете что сегодня очень модно их увеличивать поэтому придается какое-то особое значение фигурка получается перевернутый треугольник то есть бедра узкие а грудь достаточно большая и одежду купить для таких фигур бывает очень-очень проблематично потому что все таки это не устан нестандартные особенности да это немножко нестандартная фигура но и с возрастом другая история то молодые тем увлекаются девушки у нас да а мы не очень молодые девушки у нас бывает жизнь так складывается что в определенный момент времени грудь почему-то очень быстро вырастает а бедра остаются такими какими они были у нас даже в молодости допустим да и получается опять этот самый пресловутый перевернутый треугольник фигурка получается верхнего типа и вдруг одежда которую покупали мы в магазинах становится нам неподходящей бывало у меня многократно таких много было историй приходили ко мне ученицы приходили ко мне люди которые просто не могут купить себе пальто не могут купить себе какой-то приличный жакет одни трикотажные майки кофты извините джемпера вот и все их не спасение потому что на этой большой груди все это натягивается давайте вот сейчас детально подробно об этом поговорим и так эта тема интересно всем но особенно интересно вот таким вот нестандартным фигуркам у которых есть такая особенность как выступ грудных желез когда они большие когда они развитые когда готовая одежда из магазина нам не подходит и мы вынуждены строить базовую конструкцию шить себе пальто приличное без заломов и не оверсайз зачем нам оверсайз у нас грудь большая если мы будем одевать пальто с большими прибавками на эту грудь да мы еще больше себя сделаем и поэтому когда у нас большая грудь и при этом узкие бедра мы вынуждены прибавки по груди делать маленькие нашей базовой конструкции вот у нас базовая конструкция да и прибавочка в области груди у вас будет но если говорить о пальто не больше там пяти сантиметров чтобы вам было достаточно комфортно да а если говорить про платье то про жакеты то может быть там и вообще четыре сантиметра и три сантиметра прибавка по груди а прибавка по бедрам она будет получаться большая потому что верхний тип фигурки у вас грудь может быть там в полуобхвате скажем 56 сантиметров а бедра у вас могут быть в полу охвате тоже 56 сантиметров это и даже и меньше чем 56 сантиметров и вот тогда фигурка у вас будет явно верхнего типа и поэтому ширина сетки будет выбираться у вас ширина нашего изделия будет выбираться ориентируясь не на область не на мерочку полуобхвата бедер а на мерочку полуобхвата груди потому что грудь больше чем бедра и поэтому надо позаботиться при выборе ширины сетки надо позаботиться о том чтобы наше изделие не было нам мало в области груди и ориентируемся мы не на бедра как обычно у стандартной фигурки ориентируемся на грудь и прибавочка потом когда мы делаем анализ фигурки вернее когда мы уже построим вот эту нашу без базовую конструкцию и начинаем выполнять проверку и контроль мы вдруг обнаруживаем что бедра то нам очень широки в бедрах нашей изделии нам получается очень широкая но об этом сейчас говорить не будем будем говорить вот о таких фигурках и о месте как правильно снять мерку для того чтобы правильно построить выкройку базовую конструкцию нужно очень точно измерить мерочку посмотрите давайте вот эту букву мы назовем буквой г грудь да это буква т талия это буква б бедра это . н низ нашего изделия это буква c центр груди центр груди это расстояние между выступающими точками грудных желез а вот это вот мерочка вот эта мерочь вот эта буквочка у нас г-2 пусть будет т 2 это г-1 вот эта . пусть у нас будет г-1 это будет т-1 ну и так далее пока это нас не интересует а вот это мы назовем точечку г-3 г г-1 г-2 а вот эту точечку мы назовем г-1 г-2 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 г-3 г-1 это всегда мерка шигэ-2 так а г-2 г-4 г-2 г-2 г-4 г-2 г-2 г-1 это у нас мерка ширина спины И что получается? Получается, что мы, построив ширину сетки, я не буду подробно углубляться в это, кто знакомился с моим методом, он прекрасно знает, что nn2 это равно ширине сетки. Ширина сетки у таких фигур выбирается, как я уже сказала, по мерке полуобхват груди плюс прибавка. Мы выбрали, значит, n напишем сюда, n2, равно полуобхват груди плюс прибавка по груди. Про прибавки мы поговорили. Полуобхват это всегда, вот еще разочек, да, это всегда первая наша мерочка, которая измеряется вот таким образом и большого труда не составляет. Ваша задача померить как можно более широкую часть в области груди. Полуобхват талии, полуобхват бедер, параллельно всегда линии пола. Тут проблем никаких нет. Так вот, вы выбрали ширину, вы выбрали себе прибавку, вы измерили полуобхват груди, и у вас получилась ширина сетки nn2. И вы отложили ширину сетки. Построили вот эти вертикальные линии, отложили, соответственно, там длину переда, длину спинки, и нашли вот эти точки, конечные точки плечей. Назовем их P1, вы знаете, и назовем их P2. Не буду повторять, как они у нас находятся, сейчас мы говорим о мерочке вот этой. И вы от точки G вот сюда вправо откладываете мерку ШГ2. Получилась вот такая вертикальная линия. Затем вы от точки G2 вот в эту сторону откладываете мерку ШГ, ширина спины. Получилась вторая вертикальная линия. То, что остается между ними, вот этот вот участок, это оказывается ширина проймы. Она вытекает у нас естественным путем. Вы измеряете ширину проймы, делите ее пополам, и у вас получается вот этот боковой шов. Вот так вы знаете, что мы находим место для нашей проймочки. И от того, насколько большой будет у вас вот эта величина, G, G3, ШГ2, да, зависит, куда сдвинется наша пройма. То есть, ну, если я покажу проймочку, допустим, вот таким вот кружочек наш, вот такой вот нашей вот предметом, да, если ШГ2 будет возрастать, эта проймочка отодвинется на спинку, и боковой шов тоже будет сдвигаться в сторону спинки. Если наоборот, ШГ2 у нас маленькая, у сутулок фигурок такое бывает, да, то у нас проймочка будет сдвигаться в сторону передней половинки, и, соответственно, потому что ширина спинки будет преувеличена, если фигурка сутулая, там будут быть круглые лопатки и так далее, и так далее. Уменьшается ШГ2, но увеличивается ширина спины. И проймочка, соответственно, из вот этого центрального какого-то положения, она может сдвигаться у вас в сторону передней половинки. И только потом, найдя место для этой проймы, выбрав вот эти линии, эту линию ограничения спереди и вот эту вертикальную линию ограничения сзади, вы можете измерить расстояние между ними, разделить пополам, и у вас находится место для бокового шва. Хотя сам боковой шов, конечно, в моей методике, в построении базовой конструкции, он у меня находится по серединке проймы, живет, да, но на самом деле вы можете выбирать ему место где угодно. Например, у Мюллера в построении он живет всегда вот тут. То есть он смещается в сторону передней половинки. А в прошлых выкройках, в 50-х, 60-х годах, он смещался наоборот назад. Вот так вот, вот так вот было принято строить. Ну, я выбрала для себя, мне удобно находить место бокового шва буквально где-то посерединке. Так вот, это очень важно. От того, насколько вы корректно измерите мерочку ШГ2, насколько корректно вы измерите себе мерочку ширина спины, настолько точным окажется у вас положение вашей проймы. И настолько точной, качественной и безупречной будет ваша выкройка. К слову сказать, в очень уважаемом мной способе, который существовал во времена Советского Союза, это единый метод конструирования одежды, вот эта мерочка ШГ2, ГГ3, отрезочек, да, он почему-то находился, но был каким-то проверочным, он был второстепенным признаком, он никогда не откладывался при построении базовой конструкции. А почему-то при построении базовой конструкции вот эта величина ГГ3, она всегда была расчетной. А что такое расчетная? Расчетная – это значит как-то усредненное, какое-то приближенное к стандартному, да, и это хорошо, допустим, работает в массовом пошиве, для создания выкроек усредненных на условно-типовую какую-то фигурку, на стандартную фигурку, там это прекрасно работает. Но когда это просто была история, неоднократно повторяющаяся в моей практике, я наблюдала неоднократно, когда мои коллеги, которые прекрасно владеют этим способом, единым методом конструирования одежды, они строили выкроеку, а вот уже работая в Москве, в ателье, да, у нас были такие истории, приходил клиент с большой грудью, я всегда снимала мерку ШГ2, и откладывала при построении базовой конструкции именно ее, моя коллега, которая шила другое изделие, для этого же клиента, да, она откладывала расчетную величину, и говорила, Галя, посмотри-ка, что это у меня тут такое, что-то мне как-то пройма широкая получается, как-то мне это не нравится, я говорю, так Танечка, нужно обязательно увеличить эту величину, посмотри, какая она большая, она говорит, а мне не говорит, мой метод построения я не должна, почему я должна увеличивать, по расчету у меня здесь, у меня получается, вот у Татьяны, по расчету получалось, допустим, ограничение проймы вот здесь, а у меня, поскольку она вот эту величину ГГ3, она брала расчетной, а у меня она по расчету получалась вот здесь, таким образом, что было в Таниной выкройке, она часть груди обнажала, а я как раз закрывала вот эту всю грудную железу и выбирала место более правильно для такой фигурки, и хочу вас сейчас в этом убедить и показать, и вот для этого, почему я так делала, потому что я правильно снимала мерочку, посмотрите, я вам нарисовала, попыталась изобразить, как правильно снять мерку, ширина груди первая, ширина груди первая, это расстояние от проймы до проймы между верхними уголками подмышечных впадин, вот верхний уголочек подмышечной впадины, как правило, правильная пройма, она всегда доходит до этой точки, где-то там то же самое, и вот эта мерочка над грудью, вот эта мерочка мы измеряем, получается, скажем, 37-34 сантиметра, делим пополам и запишем 17, это значение мерки ШГ1. Теперь из верхнего уголочка подмышечной впадины я мысленно опускаю вертикальную линию вниз, и как правило, вот в этом месте попадаю на косточку от нашего бюстгальтера, потому что бюстгальтер, это вот так вот у нас, косточки у него вот таким образом находятся, не буду здесь черкать, очень сильно портить, и тогда это у меня сосочек, сосочек у фигурки, и тогда я от этой точки через сосочки дохожу до следующей косточки, измеряя вот это вот расстояние, оно у меня называется ширина груди 2, и оно, конечно же, будет всегда больше. Повторяю, из верхнего уголочка подмышечной впадины мысленно опускаем вертикальную линию, можно это сделать с помощью линейки, вот так вот поставьте сюда линейку, или сантиметровую ленточку проложите, да, на фигурке, я постараюсь снять это видео, еще раз подробно вам этот момент показать. Вот, и уже от этой вертикали через выступающие точки грудной железы, как правило, повторяю еще раз, это у нас будет начало проймы, то есть мы фактически измеряем расстояние, опять же, от проймы до проймы, вот туда надо обогнуть нашу грудную железу, да, и получаем нужное нам значение мерки ШГ2. Если у вас грудь большая, конечно, эта мерочка будет очень большой. Ну, допустим, у вас получилось 44. 44 вы делите пополам и напишите 22 сантиметра. Вот так мы измерим нашу мерочку ШГ2. Если чем больше ваши грудные железы, тем больше у вас будет мерка ШГ2, и тем более вправо будет отодвигаться ваша вот эта вот линия ограничения проймы спереди, и тем более качественной и правильной будет ваша выкройка. И потом, то есть вот это определение вот этого отрезка, вот этого отрезка, наиважнейшая наша мерочка. Ох, как я увлеклась! Уже 20 минут доходит. Быстренько рассказываю. Точка С, точка С. И расстояние между вот этими точками, сосочками наши, это мерочка ШГ. Это мерочка расстояния между центрами груди. Как правило, около 9 сантиметров. 18 делим пополам, получается 9 сантиметров. На этом мне нужно закончить. До следующих встреч продолжение следует. Задавайте свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.